Евгений Чигунов лишь несколько лет назад пристрастился к бегу на длинной дистанции, а теперь приучает к этому своего сына. Сейчас семья Чигуновых настоящий фанат этого простого легкоатлетического вида. В этом году отец и сын не пропустили ни одного массового старта в Самаре. Планируют даже выезжать и в соседние города, например, в Казань 9 октября. С 18-го года начал бегать, потихоньку-потихоньку, там с 3-х километров, потом 5-10, и вот самарский марафон решил на 21-й бежать. Это для подрастающего поколения, то, что мы за спорт, что это полезно. Спортивный праздник Соколь и Горы впервые после пандемии прошел в полном объеме. Этот старт включает в себя три вида. Зимой состоялись лыжные гонки, а летом соревнуются бегуны и велосипедисты. В этот раз трассу проложили на нижней части лыжной базы «Чайка». Маршрут получился рельефным, что добавило азарта атлетам. Стартовали спортсмены на разные дистанции, в зависимости от возраста и уровня подготовки. Детский – на 600 метров. Для начинающих – самарская миля длиной 1586 метров. Те, кто опытнее, могли покорить трассу в 3,10 километров. Мы очень довольны тем, что старты возобновились, и возобновились они достаточно успешно. Конечно же, мы ждем развития, все этому способствует. Здесь великолепная природа, уникальный ландшафт Сокольев гор позволяет проложить трассы в живописных местах нашей Самарской области. Каждому на финише вручали медаль участника. Впереди у любителей легкоатлетов насыщенный август. Забеги будут проводиться каждую неделю, а завершится беговой сезон 4 ноября массовым стартом в беге «Моедины». Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События. Продолжение следует...